Братья и сестры, мир вам, а если вы скажете и духове твоему, я скажу аминь, принимаю. Итак, поехали. Первый вопрос пишет Саша из Украины. Как мне соблюдать Великий пост в таких условиях? Вся родня переехала в село, церкви здесь нет. Друг мой, в таких совершенно неординарных условиях снимается все, что невыполнимо. Задача очень простая сейчас. Сложная, но простая. Не отчаяться, не озлобиться и сохраниться. То есть избегать всего того, что может подвергнуть жизнь риску ненужному. Не озлобиться, не отчаяться. То есть сейчас вообще все второстепенное снимается, поэтому молитва требуется от человека. Если есть возможность уединиться и молиться, то надо уединяться и молиться. А если такой возможности нет, то нужно иметь имя Иисуса Христа в сознании своем, в голове своей, в сердце своем. Если есть такая возможность, если есть навык, Иисусе, Сыне Божий, не оставь нас. Иисусе, Сыне Божий, покрой нас. Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас. То есть покаяние и молитва сейчас больше ничего от вас не требуется. Можно ли играть в настольные игры, которые состоят из карт, не как традиционные карты, а с картинками и заданиями? Можно. Дело в том, что одно из определений человека, вот этот Homo erectus, там человек прямоходящий, там Homo faber, там человек умелый, Homo sapiens, человек разумный. И еще такое Homo ludens, человек играющий. То есть человек – это единственное существо, которое придумывает игры. И придумывает их с тех пор, как оно возникло на Земле, да, человечество. То есть там кости, карты, там что-то еще, детские игры разные всякие, ну там с камушками, палочками, там стрелами, ножиками. То есть человек – это играющее существо. Если сюда не залазит тема корысти и обмана, как в рулетку, там в картежные вещи всякие, ну можно играть на бильярд на деньги, там скажем, но если туда тотализатор можно ставить на футбольных играх. Если здесь нет корысти и обмана, тогда, в принципе, игра – это нечто невинное и неизбежное. Вот вы знаете, например, что перед монахами на Западе был такой вопрос – в кости им играть нельзя, в карты играть тоже. Но они понимали, что чем-то нужно, но не все могут молиться 24 часа в сутки. У человека устает ум, изнемогает душа, тело, сердце устает. Поэтому у них была задача – надо что придумать безгрешное, чтобы отвлечься. И, например, придумали монахи доминиканского ордена домино. Им нельзя было, так сказать, повторяю, резаться в карты или метать кости, потому что у этих игр была такая твердая уже репутация корыстных, азартных игр. Они придумали домино. Когда козла забивают у нас там, если где-нибудь во дворе пенсионеры, то они, по сути, как бы подражают монахам доминиканского ордена. Эти черно-белые костяшки, вот эти вот это. То есть они придумали себе игру, в которой нет греха. Кстати, теннис возник оттуда же. Опять-таки монахи, сидя по кельям своим, чувствовали, что у них там кости скрипят, что они… гиподинамия у них начинается. Это, опять-таки, доминиканцы, потому что у них работа по кельям, они переписывали книги, там, аптекарствовали. То есть они могли физически не сильно трудиться. Они придумали мячик кидать друг другу. Кидали мячик тряпичный и кричали при этом «держи» по-французски «тене». А потом стали кидать этот мячик через сетку. А потом стали, придумали такие… Вот теннис, короче, получился. В общем, многие вещи, они действительно вышли как бы вот именно из монастырской среды, и там нет греха, пока нет, пока туда не залазят деньги, корысть, хитрость, обман и всякое такое. Вы называете совершенно невинные вещи. Есть такие, да, такие игры типа «Монополии», да, там, или карты, где там какие-то тексты, там, географические открытия, всякие надо знать. Это образовывающая игра. Ими можно заниматься, там, с детьми, там, как-то досуг скрашивать в семье. Здесь нет никакого греха, конечно, даже я немножко даже мог бы удивиться, почему вы спрашиваете это, неужели не очевидно, что в этих играх нету греха, и что они вполне, так сказать, кошерные такие, совершенно стерильные. Играй на здоровье для того, чтобы с детьми провести время за столом, не у телевизора, а за столом и как-то в обогащении. У нас, например, помню, была такая игра по известным местам в Москве, там, историческим всяким, памятники, станции метро, площади, там, особняки, еще какие-то такие вот. И там, как бы, надо, чтобы в эту игру играть, нужно, как бы, знать историческую Москву. Ну, а если... или выучивать ее по ходу игры. Такие игры я только приветствую. Мне кажется, это очень хорошо. «Молюсь за тяжело больного человека», – пишет одна, значит, раба Божия Наталья. «Поминаю его на утреннем правиле. Недавно услышала, что якобы этот человек тяжело согрешил. Как узнать, эта информация мне открыта от лукавого или для вразумления, чтобы я оценила, есть ли у меня силы молиться за него?» Хороший вопрос. Ну, смотрите, вы теперь... Теперь вам, наверное, понятно, какое это великое благо не знать. Не знать правду. Вот люди часто, наверное, находятся в полном, как бы, неразумии, таком неосознании того, чего они хотят и добиваются. Потому что говорят, мы хотим знать правду. Расскажите нам правду. На самом деле, когда человек вдруг узнает правду, там, ну, простите меня, там, о своей маме, например. Потому что самые главные годы твоя мама прожила, когда тебя еще на свете не было. И первые поцелуи были, когда ты еще не родился, как бы, и первые ошибки, там, или, там, грехи, там. И вдруг ты узнаешь все, например, там, есть такой фильм «Педро Альмадовара», «Все о моей матери», например. У тебя увеличится любовь? Не думаю. Вообще, когда ты много знаешь, то мало спишь, и во многой мудрости много печали, и, короче, когда люди говорят, я хочу узнать правду, да никто никогда не хочет, чтобы знали правду все о нем самом. И естественная реакция человека – это защищать себя от такой пронизывающего ветра чужих взглядов, когда ты открыт, и когда ты вдруг что-то узнаешь, мимо воли, например, вот вам сказали, что этот человек согрешил, все, у вас уже как бы потухает молитва. Вы начинаете думать, он, наверное, он законно мучится, пусть мучится, раз он так сильно нагрешил. Конечно, работает второй ваш вопрос. Надо оценить, есть ли у вас силы молиться за человека, зная о том, что он там согрешил. Ну, вообще, тяжко согрешили все люди. Вообще, вопрос там, тяжко, не тяжко, там, это очень трудно, здесь расставлять эти маркеры. Кто тяжелее согрешил, там, он или он, это непонятно. Я могу вам привести достаточно много примеров, прям не вставая с места, как бы, где мы вообще не поймем, а кто из них сильнее согрешил. Там, доктор, который выпившим, пришел на дежурство, он, может быть, просто настоящий убийца. Хотя он никого убивать не хотел, но рука дрогнула, там, на операции, до свидания. Там, или кто-нибудь еще, там, диспетчер на атомной станции, может быть, просто причиной вселенской катастрофы. Из-за банального невнимания. Потом поди взвесь, там, чужие грехи. В общем, это важно, да, что вот вы узнали, и теперь вопрос, как бы, а у вас будет сила молиться за этого человека? Конечно, когда ты ничего не знаешь про человека, просто молишься за него, ну, тебя хранит твое незнание. А когда ты знаешь какую-то такую неприятную правду о нем, то здесь уже, конечно, нужно иметь по-настоящему любовь и по-настоящему молитву для того, чтобы продолжать за него молиться. То есть вы находитесь в состоянии проверки. Из этой, отсюда надо вывести несколько вещей. Во-первых, не нужно знать то, что тебе не надо, то, что не просят вообще. Знать все не надо. Все обо всех, тем более, знать не надо. Это не полезно, это вредно. Теперь, когда ты знаешь что-нибудь о человеке, теперь ты будешь молиться по-настоящему. Теперь мы будем знать, и сам ты будешь знать, у тебя есть любовь или нету. У тебя есть молитва или нету ее. Ну, и еще очень важная молитва из святого Ефрема. «Ей, Господи, царю, даруй им и зрите мое прегрешение, и не осуждайте брата моего». Потому что все, что видите в брате, оно есть и в нас. И, как правило, мы замечаем в ближних именно то, что есть в нас. И раздражаемся, как правило, на людей, у которых есть то же самое, что есть у нас. Если у меня, например, нету этого, то я смотрю на человеческие грехи и не раздражаюсь. Это очень важная вещь. Это космически важная вещь. Но если, например, у меня есть какой-то грех или какая-то страсть, и я вижу в ком-то эту грех, эту страсть, то я прям воспламеняюсь, я прям бичую. Боже, как он может! Да что такое, а как он смел, и так далее. Это явный знак того, что во мне есть то же самое. Так что продолжайте молиться за того тяжко согрешившего, как вам сказали человеке, что, может быть, это неправда. Может, правда, не важно уже даже. Важно, есть у вас любовь и молитва, или за добреньких-то всяк помолятся. Как кто-то нам говорил у Достоевского, «Ты нас грязненьких полюби, чистеньких нас всякие полюбят. Попробуй-ка нас грязненьких полюбить». В этом, собственно, и весь фокус. Так что много вопросов есть в смысле таких важных тем в вашем вопросе. И я думаю, это касается всех. Не надо бегать за правдой. Правда страшная. Вы потом спать перестанете. У вас аппетит пропадет, когда вы узнаете правду, например, о себе самом. Что вы там... Пусть они нам расскажут, пусть там вскроют свои тайны. Успокойтесь. Не у всех есть духовные силы, чтобы правду узнать. И потом жить по-прежнему. Когда мы молимся за грешника, то, да, цена именно определяется тем, что ты согласен молиться за грешного человека или не согласен. Да, чрезвычайно важный вопрос, мне кажется. Чрезвычайно. Как правильно прививать детям веру? Ну, так уж, так, чтобы прям вот точечно и комплексно, и глубоко, и безапелляционно, я вам не могу сказать. Ольга. Почему не могу? Потому что есть два таких генеральных, что ли, направления в области ответа на этот вопрос. Некоторые говорят, например, вот Паисий Святогорец, у меня вот тут по случаю Акафист ему есть такой преподобный, Паисий Агиорит. Он говорит, не говорите детям о Боге, говорите Богу о детях. Это вообще такое афористичное выражение. Ну, и в устах святого человека оно, наверное, как бы избыточно комплексное, полное, да? Вот всё, как бы ответ тебе, да? То есть говори с Богом о детях. А детям о Боге как бы поменьше говори. Но я знаю, что это не всегда работает. Где-то там я читал про кого-то преподобного, для которого самым ярким воспоминанием, таким наставлением веры был образ молящейся матери. Вот он там ложится на лавку спать в крестьянской хате, там или на печку её пустил, там кто-то. Значит, и вот он смотрит, как лампада горит, мама на коленях. Вот эта вот мама, поклоны, которая кладёт, молится Богу, как она там умеет, это святая крестьянка. Значит, это было у него на сетчатке, там от сетчатки где-то там в мозгу. И он этим жил всю жизнь, как бы, значит. Но я знаю, что не всегда это. У него сработало, у кого-то ещё сработало, у кого-то не работает. А напротив, я знаю, что именно вот многие люди узнали веру именно о том, что им рассказывали. Рассказывали, брали с ними там книжку, читали, объясняли. Человек ведь развивает что? Беседа, книга и путешествия. Ну это, как бы сказать, откровение нового времени. При помощи чего? Учится человек. Его кругозор расширяется, он встречается с разными людьми, он постигает новые какие-то грани бытия. Это книга, путешествия и беседа с тем, кто умнее тебя. То есть нужны собеседники. Это не обязательно отец и мать. Как пишет Иосиф Мандельштам, свое родство и ближнее соседство мы презирать заведомо вольны. Кажется, там это, я получил прекрасное наследство чужих певцов, какие-то там восторженные сны. Свое родство и ближнее соседство мы презирать заведомо вольны. Ну, папа это тот, кто на меня ругался там. Мама там это та, значит, святая истеричка, которая ругается на папу, когда он приходит, выпивши до мать. Там, короче, родители – это датели и винители. И они не всегда являются авторитетом в области веры. Но нужен тут и другой какой-то, значит, там, крестный папа, там, не знаю, священник, учитель в школе, сосед, друг семьи, который имеет авторитет в глазах этого человека, да? То есть рассказывать надо. Я знаю, что многие вообще узнали о Господе, и загорелся в них этот огонек веры именно от встречи с по-настоящему верующим человеком. Это может быть в армии, это может быть в купе поезда, где твой случайный попутчик поговорил с тобой в течение, там, дороги. И ты вышел с того поезда совершенно другим человеком, как бы, и всё, твоя жизнь поменялась, ты пошёл уже в нужную сторону. Поэтому здесь нету исчерпывающего ответа. Однозначно верующие должны быть родители. Но если родитель, например, верует как-то так, что вот он отталкивает или раздражает своих детей, ведь часто бывает так, что родитель верующий, а дети, там, скажем, на него смотреть даже не хотят, как бы, он их раздражает, всем раздражает. И когда пастится, раздражает, и когда одевается скромно, раздражает, и когда молится, раздражает, короче. Ну и что? Вот он не работает, значит, здесь этот элемент такой. Он вроде всё делает как бы правильно, а они не хотят брать с него пример, только раздражаются. Короче, здесь нет такого исчерпывающего ответа, потому что вопрос заключается не в том, чтобы мы имели в руках стопроцентную методичку, да? То есть стопроцентную методичку правильных поступков. Такой нет методички. Вопрос в том, что каждый из наших детей, он как-то вот реально уникален. И кому-нибудь не нужно много рассказывать, ему только раз скажи, он всё поймёт. А кому-нибудь надо на башке кол тесать, понимаете, и он всё равно не поймёт. То есть они разные. Почему-то вот у этого ребёнка, там, скажем, вот он заболел однажды, лёг в больничку, там, на недельку, там, с недельки, и понял, что его жизнь в руках Божьих. И что он в этом мире очень мало значит, что надо молиться Богу. Он как-то сразу всё понял, страхом научился. А другой, как бы, его, не знаю, хоть в мясорубке прокрути, он так ничего не поймёт. Один книжку прочёл, какой-нибудь, там, Диккенса, условно говоря, условного Диккенса, или условного, там, Достоевского, и всё, ему всё ясно. А другой, хоть ты зачитай себе книжек, он, во-первых, читать их не будет, а, во-вторых, ничего не поймёт, если прочитает. Поэтому, поскольку люди разные, у нас нет такой методички научения людей в вере. Кого-то бабушка привела, была святая бабушка в семье, добрая, набожная женщина, которая умела подбирать слова и правильными словами внучека наставила. У кого-то друзья привели, у кого-то беда привела, у кого-то книжка привела, у кого-то что-то ещё привело. Надо пробовать. Вот это единственное, что я вам могу сказать. Надо пробовать. Надо не оставлять надежды на то, что твоё упёртое, спесивое дитё, уже взрослое дитё, возомнившее, что оно уже само всё знает, каким-то образом, так или иначе, через благие события или через горькие события, через какую-то внутреннюю работу, поймёт, что Господь – это альфа и омега, начало и конец, что всё от Него, им и к Нему. Как это произойдёт у кого и когда, и как это мы, вообще не имеем об этом достоверной информации. Мы только имеем надежду, что так будет у каждого человека, чтобы жизнь не была бессмысленной, что так будет у каждого человека. Мы имеем надежду. Вот и всё, что я вам скажу. Вообще детей нужно развивать, потому что вера Божья, она удобно себя чувствует в расцветшей личности. Вот здесь я, пожалуй, вам скажу, вот это мне кажется очень важным. То есть личность должна расцвести. Человек должен познать себя в какую-то меру, познать свои способности и таланты, раскрыть свои возможности личностные. И вот эта расцветшая, раскрывшаяся, как бутон, развернувшаяся душа, она более способна к принятию веры, чем человек, так сказать, неразвитый или недоразвитый. Поэтому надо вкладывать всё-таки старания свои в то, чтобы человек развивался. В нём надо, конечно, и поддеться в человеколюбие, пытливость, любопытство. Вот спорт зачем нужен? Чтобы испытать себя, чтобы узнать жизнь с разных сторон. Для этого нужны книги, кружки всякие, те же самые пути. Вот нужно развиваться. Я вот смотрю, например, на некоторых. Они вообще, например, ни одной книги не прочли за всю свою жизнь. И разговаривают только матом. Они даже не ругаются, они просто им разговаривают. То есть как бы у них бесовский язык, это единственный язык, которым они могут общаться. Я понимаю, что о вере вообще не с кем говорить. Это какие-то такие люди, какие-то пещерного образца, какого-то такого палеолита какого-то, каким-то образом оказавшиеся здесь сегодня. Они не развитые, понимаете? Никто не пытался их развить. Ни родители, ни школа, ни общество. И они сами как бы не хотят этого делать. Поэтому они в каком-то таком... Понимаете, что... То есть вера удобно поселяется в расцветшую душу. А вот скукоженная душа такая, недоразвитая, ну, можно я такое скажу, как недоношенный ребёнок, знаете? То есть доношенный плод и родившийся здоровый ребёнок. А есть недоношенный ребёнок. И вот, соответственно, по аналогии можно представить себе, что есть такие души, какие-то такие вот неразвитые, нераскрывшиеся. Это очень важно. Всё-таки вера должна жить в душе, ну, такого развитого человека. Это слишком дорогой подарок, чтобы её неандертальцу подарить. Он просто ничего не поймёт, потому что он неандерталец. Можно ли, пишет, да, человек, незримым крестным знаменем благословлять посторонних людей? Ну, как бы глазами, например, да? Ну, привычка благословлять мужа и ребёнка переросла в такой странный порыв. Да можно, конечно, только это не есть ваша непременная задача. Можно, конечно, но я не думаю, что вы теперь должны будете благословить каждого человека. Тайна там или как-то так. Не знаю, но это можно делать, конечно. Вот помню, мы там как-то беседовали с одной женщиной пожилой, и она говорит, ну, я там ей гожусь там в сына, там, ну, внука, может быть, уже нет, но в сына точно. Он говорит, понимаете, батюшка говорит, вот что мне, говорит, по больницам ходить я не могу, потому что я сама больная. То есть я не могу там, скажем, участвовать в чьих-то там болезнях. Какие-то там денег, милостыни подать я тоже не могу, потому что я живу на пенсию, и там у меня там концы с концами сходятся как раз. Ну, то есть не остается ничего на милостыне. Короче, что я еще, говорит, я, в общем-то, пожилой, больной человек. Говорит, что я могу делать? Потом мы там с ней побеседовали, оказалось, что она живет недалеко там, ну, условно говоря, там от Череметьево или от Домодедова, где-то там недалеко от аэропорта. И большую часть времени сидит дома, в окно смотрит. Вот над ней пролетают самолеты на взлет, на посадку. Ну, слушайте, вы можете читать, например, отче наш, там, каждый раз, когда видите самолет? Говорит, могу. А перекрестить можете самолет? Вот летит самолетик. Говорит, господи, помилуй летящих по небу. Вы там, можете, можете, пожалуйста. Вот мы как бы, говорит, это будет ваше послушание. Это будет ваша служба Богу. Все остальное вы не можете делать. Но это же можете, можете, все, пожалуйста. Допустим, да, то есть, вот, кого там благословляет? Ну, можно, смотришь, там, идет мама с коляской, там, ну, перекрести ее, да, действительно, господи, сохрани. Но так, чтобы это делать над каждым человеком, постоянно, всегда, везде, как бы, конечно, нет. Это должно быть как-то по желанию души, вы можете это делать. «Научи меня оправданием твоим», пишет вопрос. Это про оправдание плохих поступков людей, все ли можно и нужно оправдывать, или что-то не имеет оправдания никогда. Но это девятый стих из Псалма 118. «Благословен, если Господи, научи меня оправданием твоим». Должен вам сказать, что этот вопрос задают очень многие. И здесь есть затыка, как бы, здесь существует только по причине перевода. Потому что, если вы возьмете русский текст того же Псалма, то вы поймете, значит, что там будет написано «Научи меня уставам твоим». «Оправдание я», как вот, например, написано про Захарию и Елизавету, «что оба были замоторевшие во дне своих, ходящие в оправданиях и заповедях Господних без порока». Славянское слово «оправдание» – это синоним слова «заповедь», а также синоним слова «устав» или «свидение». «Свидение твоя уверяешься зело, научи меня оправданием твоим». Значит, и «свидение», и «оправдание» – это одно и то же, это «заповеди». «Заповеди», «уставы», то есть «свидение» – это некая встреча человека с Богом. «Оправдание» – это те законные действия, заповеданные Господом, исполняя которые, человек находит оправдание у Бога. Поэтому здесь надо, опять-таки повторяю, здесь много духовных вопросов возникает, и в неправильное русло уходит мысль из-за вопроса перевода. Поэтому, значит, «оправдание» – это не значит «научи меня оправданием твоим», это не значит «оправдай меня», как бы, вот я нагрешил, набедокурил, а ты меня вот оправдай, научи меня благодаря тому, что ты оправдаешь меня. Нет, неправильный вариант, совершенно неправильный перевод. Правильный перевод. «Благословенный си Господи, научи меня заповедям твоим». Значит, в Псалме 118, или так называемом Великой Кафизме, или в Великом Псалме, есть много синонимов, обозначающих одно и то же, а именно заповеди. Там, где говорится «уставы», «сведения», «оправдания», «законы» – это всё означает одно и то же, это заповеди. Просто поскольку это поэтическое произведение очень сложной структуры, Псалом 118, это же алфавитный Псалом, в еврейском языке 22 буквы, а числовым значением вечности является и восьмёрка. И вот в этом Псалме на каждые 22 буквы алфавита существует 8 стихов. 8 умножить на 22 – это будет 176. Значит, там 176 стихов, каждая следующая восьмёрка стихов начинает с одной и той же буквы. Там «алф», «бет», «гимель», «далит» и так далее. То есть это сложно скомпонованное, структурированное, сложное поэтическое произведение. Ни в коем случае нужно думать, что Псалом родился по вдохновению. Значит, там солнышко выходит, людям жарко-жарко. Нет, это было сложное литературное творчество по действию Духа Святого, безусловно, но при этом это всё делалось при помощи структурирования духовных знаний в алфавитном порядке. И там нужно было избегать однообразия. И божественный автор этих псалмов избежал однообразия, потому что он одно и то же называет по-разному. То есть это постоянная просьба там, то есть «открой очи мои и уразумею чудеса от закона твоего». Там «научи меня творить и волю твою, как вот ты и си Бог мой». Вот это всё об одном и том же. То есть «открой очи мои, и я пойму смысл закона». «Научи меня творить и волю твою», «научи меня оправданием», то есть заповедям твоим. Там «закон-то и поучение мое есть» и так далее. То есть это всё говорится об одном и том же, потому что весь псалом посвящён одному и тому же. То есть «враги угрожают мне, я беспомощен без тебя. Пришлец, аз есть на земли, не скрой от меня заповеди твои». То есть «научи меня исполнять законы твои, научи меня идти по пути исполнения заповедей, чтобы я пришёл, наконец, в обетованное царство. «Заблудился я, как ягнёнок погибший». То есть «заблудившийся», да. «Заблудих я, как общая погибшая». «Взыщи раба твоего, ибо заповедей твоих я не забыл». То есть это всё об одном и том же. Ещё раз этот вопрос вводит перед нами необходимость перевода, необходимость внимательного отношения к переводу. Конечно, один сам по себе человек этого всего не уяснит, но люди, но священники вообще должны учить и объяснять эти вещи людям. Как, например, Псалом 138, там говорится «Несодеянное мое, видести очи твои». Что, в принципе, поозначает, как я тоже так думал, это означает, что то, что я ещё не сделал, а ты это уже видишь, Господи. То есть «несодеянное мое, уже видели очи твои». Эта молитва пошла потом в таком же виде в молитву перед причастием Семёна Метафраста, «Несодеянное мое», Семёна Нового Богослова, «Несодеянное мое, видести очи твои». Оказывается, это совершенно другое. Оказывается, точный смысл – это «зародыш мой, видели очи твои». То есть здесь псалмопевец исповедуется в том, что когда он ещё имел вот этот вид этого сгустка внутри материнского чрева, вот тогда уже Бог видел его. «Зародыш мой, видели очи твои». «Славлю тебя, ибо я дивно создан». Это Псалом как раз об этом. О том, что Бог везде, там, «Вселюсь ли я в последних моря, там, или там, в бездну сойду, на небо взлечу». «Ты везде, ты там, аиси». И, значит, что мне, куда мне от тебя деваться? И ты создал меня чудесным образом. То есть я дивно устроен. «Зародыш мой, видели очи твои». А по-еврейски это вообще «голем». «Голем мой, видели очи твои». То есть бесформенный сгусток. Это перспективную, как бы, то, что может быть человеком потом. Но пока что это ещё, как бы, не человек. Короче, здесь нужно разбираться с переводами. Это очень важная вещь для того, чтобы иметь правильное понимание текста. С оправданием мы вроде разобрались. Это заповеди. Почему евреи не признают Христа, но при этом все они признают Ветхий Завет в Танах, где в нескольких главах написано про пророчество о пришествии Христа? Михаил пишет. Ну, слушайте, если бы от текстов приходило знание, то это было бы легче, потому что сначала приходит просвещение веры, а потом текст помогает уже уяснить её до конца дальше. Павел говорит о том, что у них покрывало на сердцах лежит. Как он вспоминает о том, как Моисей сходил с горы и покрывал лицо каким-то платом специальным, ибо оно сияло, и было больно смотреть на Моисея, и он закрывал лицо платом. Подобным образом, говорит, покрывало лежит на сердцах читающих Писаний. Они читают Писание, но для того, чтобы увидать в этом Иисуса, в Иосифе целомудренном или в Исааке, идущем на гору с вязанкой дров на жертвоприношение, это надо озарение от Духа. Никто не может назвать Иисуса Господом, только Духом Святым. Поэтому оставим эту проблему, как бы сказать, в стороне пока, потому что здесь есть некая тайна Божия. Об этом пишется у апостола Павла в 9, 10 и 11 главе послания к римлянам. Это удивительно, тут только про евреев и пишут. Значит, вот он пишет, что не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, ну о тайне того, что Израиль не признает Ишуа, что он Машех, что вы не мечтали о себе, потому что мы можем действительно гордиться, ну вот теперь я уверовал, там они не веруют, ну такое есть среди христиан, такое глупство такое. Это, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. То есть, если бы они, понимаете, если бы не уверовали израильтяне, то мы бы не уверовали, потому что они бы нас не пустили к своему Иисусу. Они бы сказали, мы ждали его очень долго, а вы его не ждали. Наши пророки о нем писали, а у вас нет пророков. Наши отцы научили нас ждать Мессию, а ваши отцы вас этому не научили. Теперь Мессия пришел, и мы вас к нему не пустим. И мы бы так и остались, как бы, значит, скакать вокруг костров, вот, и верить там в луну, солнце, там, значит, в дерево и камень. Поэтому получилось такое чудо Божие. Господь ослепил свой народ на время для того, чтобы на место этого народа пришли многие-многие язычники. Об этом как раз он и пишет. Это завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, то есть к евангельской проповеди, они враги ради вас. А в отношении к избранию, они возлюбленные Божией ради отцов. Да. В общем, это удивительно. Ведь почитайте 11, ну это 9, 10, 11 кремлянам. «Они теперь непослушные для помилования вас». Что мы бы не вошли в семью Божию, если бы они были послушны. Мы бы так и остались язычниками, презираемые и безумные. «Так они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». То есть мы раньше не знали Бога, были язычниками, они теперь отказываются от Мессии. Мы все заключены в непослушании, и Бог помилует. Почитайте это сами, пожалуйста. Это очень красивый, очень сложный, непростой вопрос. А заканчивается этот вопрос словословием Павла. Он говорит, «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия. Богатство, премудрости и ведения. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». В общем, благодарение Богу, остаток Израиля спасется, и они войдут туда, куда должны войти. А то, что пока не верят, так это продолжаются времена язычников, которые уже заканчиваются, кстати. Потому что, ну, типа там, всякие там французы и итальянцы, там, как бы, да и мы тоже с вами, вот, мы же рассверепели, рассверепели, как бы, и пожелали вернуться обратно к язычеству. От своей славы, от христианства. Бывшие язычники, простите, захотели опять вернуться к язычеству. Рост языческих настроений в бывших христианских странах. Да вот, там же, на Украине, среди всех этих националистов, нацистов, это же рост язычества. И в России эти язычники есть, как бы. Это историческое событие, оно как раз знаменует то, что заканчиваются времена язычников. А раз времена язычников заканчиваются, значит, у евреев будет пробуждаться интерес к Мессии еще сильнее. И там это такое, вот, понимаете? То есть наша задача не отпадать от Иисуса, не возвращаться обратно на свою, значит, как эта вымытая свинья в свою грязь, не должна вернуться в язычество обратно. Вот здесь проходит эта острая такая красная линия историческая. Но, повторяю, почитайте 9-ю, 10-ю, 11-ю главу к римлянам. Это очень прекрасная вещь. Дети отвечают за грехи родителей, а также всего человечества, включая Адама. Или это не совсем верно? Слушайте, если кратко говорить, то... Юридически нет, а онтологически да. Все, следующий вопрос. Я подозреваю, что надо объяснить, что я имею в виду. То есть юридически, например, допустим, у какого-то человека папа был вор. И папа там ограбил там то-то, 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 украл то-то, то-то, то-то. И потом папа умер, допустим, да, настало время, а государство предъявило претензии об этих кражах и воровстве к сыну. Это несправедливо. Сын за отца в данном случае не отвечает. То есть юридически сын за воровство, за грабежи своего отца, если он не был подельником, не отвечает. Это одна из базовых вещей юриспруденции. Это из Библии тоже. Сын за отца, отец за сына не отвечает. Каждый за себя. И нельзя наказывать дважды за одно. И наказание должно быть адекватно в вине. Это все базовые принципы библейского правосудия. Итак, юридически сын за отца вора не отвечает. Но антологически, то есть этот папа же все равно воспитывал его. Он научил его курить, он набил ему первую наколку, он научил его на жаргоне воровском разговаривать, он свел его с своими друзьями, он погрузил его в ту среду, в которой сам воспитывался. То есть он заразил его всеми своими грехами. То есть за преступление отца сын не отвечает юридически, но по крови и по воспитанию он яблонька, яблоко от яблоньки. Вот так же и с Адамом. Мы не отвечаем перед Богом за то, что Адам послушался голоса жены своей и нарушил заповедь Божию. Но мы несем на себе последствия грехопадения. Последствия грехопадения. Мы несем на себя. Расстройство воли, смерть, болезненность, помрачение ума и так далее, и так далее. Это все последствия грехопадения, потому что мы родились из отравленного источника. Согрешивший Адам родил поврежденное потомство. И мы участники этого вселенского повреждения. То есть не юридически, а онтологически. Приходится прибегать к таким хитромудрым словам, чтобы донести свою мысль. Вот о чем идет речь. Теперь, внимание, чуть-чуть подробнее. 34 глава книги Исход. Откровение о Господе, о том, что Господь, Господь, Бог долготерепеливый, многомилостивый, истинный, человеколюбивый, прощающий вину, длящий милостью и в тысячи родов, слушающим его и наказывающий до четвертого рода тех, кто приступает его заветы. Почитайте сами. То есть четыре рода. То есть если происходят какие-то грандиозные грехопадения, например, цареубийство, то потом надо, чтобы прошло три-четыре рода, чтобы все успокоилось. Потому что это все распространяется на очень большие массы народа. Книга Исхода, 34 глава. Может быть, вам там какая-то западет в душу какое-нибудь такое слово от Господа. Но мы, в принципе, ответили вам на ваш вопрос. Да. В шестой главе Евангелия от Иоанна написаны слова Иисуса. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Получается, что вера в Бога дается человеку Духом Святым и не зависит от желания самого человека. Нет, не совсем так. От желания человека зависит очень много. Не забудьте, что Евангелие – это слово Божие, звучащее в еврейской среде. И Христос имел, скажем, счастье. Тут даже не скажешь, имел счастье общаться. Особого счастья в этом не было. Христос общался среди людей, сознание которых было пропитано мессианством, ожиданием мессианским. У каждого народа должна быть своя стержневая линия, выпрямленность такая в сторону того, что ты хочешь, куда ты идешь. Там, допустим, каких-то жуликов, например, допустим, не будем показывать пальцев, у них только доллары в глазах, какие-то бабки, 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 бабки. Это целые народы, которые только о деньгах думают. Говорят, а что они спрашивают, как твои дела? Говорят, «ха, уйду, уйду, это что?» Это как твои дела? Ему что интересно, как мои дела? Говорят, нет, это по наружку. Здесь только деньги по-настоящему, все остальное по наружку. То есть это вот стержень как бы бабки. А у евреев, например, да, мессия – это слово, которое впитывает в себя все остальное. Они ждали его. Поэтому Иисус, когда пришел, его задача была дать им понять, что вот он и есть тот, кого они ждали. Но узнать Иисуса они пытались через книжку, через схему, схему узнавания. Где родился, что делает, как говорит, как поступает, хранит ли субботу, там, то-то-то. А Иисус не узнается по схеме. Иисус узнается только по благодати. То есть его нужно узнать, как мессию, только по благодати. Антихрист, он же будет копировать Иисуса во внешности, в манерах, в делах, в доброте, в ласкосердии, в исцелениях, в чем-то еще. И будет, конечно же, такой бородатенький такой, такой весь такой, набожненький такой, даже, наверное, какие-то одежки такие, все балахонные такие поодевают, чтобы мы соблазнились внешним видом. А Иисус не узнается по внешнему виду, только по духу. Поэтому он и говорит здесь, что не может человек прийти ко мне без благодати. У них настолько была нафарширована голова этими мессианскими представлениями, где он должен родиться, как должен себя вести, там куча всего. Вы даже не представляете, насколько много там всего этого. Что они действительно говорят, откуда он там с Назарета? Говорят, почитай и узнай, что из Назарета пророк не приходит. А это что там? А кто у него там отец? Плотник там, Иосиф. А, какой там плотник? Короче, и он им говорит, что да нельзя прийти к нему вот так вот просто там рассуждая и анализируя, только по благодати. И вот об этом здесь и говорится. Евангелие Матфея, 24 глава, стихи с 26 по 34. «Истина, говорю вам, не пройдет, род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но славесамое не придут». Почему же этот род, род тот, так и не увидел второго пришествия? И вот уже 2000 лет сколько родов сменилось. Значит, так, 25-4. Может, как-то не совсем правильно поняли и интерпретировали слова Христа в втором пришествии. Значит, 24 глава Евангелия от Матфея это так называемый малый апокалипсис. Это апокалиптичная глава, она описывает о том, чему надлежит быть вскоре. И в этих своих словах, которые зафиксированы Матфеем здесь, 24 главе Евангелия, речь идет одновременно о разрушении Иерусалима и втором и страшном пришествии Господа Иисуса Христа. То есть разрушение Иерусалима, храма Иерусалима, которое было в 70-м году от Рождества, это вселенского масштаба катастрофа, это разрушение второго храма. Короче, оно было похоже на конец света по катастрофичности и масштабности события. С тех пор евреи потеряли политическую самостоятельность, были рассеяны и вернули себе эту политическую самостоятельность и вернулись на землю отцов только уже в 1946-1947 году, когда возрождается государство Израиль. То есть 2000 лет они были вне этого. Поэтому в этом тексте говорится и о втором пришествии, и о разрушении Иерусалима. То есть о двух катастрофах. Одной промежуточной и одной окончательной. Для того, чтобы вы поняли, что здесь говорится о том и том, например, вот вам пример. «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на крови, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Кто на поле, да не обращается назад взять одежды свои». Это говорится точно про разрушение Иерусалима Титом Веспасианом. «Мерзость запустения» — это осквернение храма и бегство, значит, «домой не возвращайся, в поле, значит, домой не иди, на крови не снеслась». То есть разбегайте все откуда-то, потому что город будет разрушен и разрушение будет беспощадное. Вот эти слова «шу горе беременным и питающим сосцами в те дни», это тоже касается тогдашней беды. А потом дальше речь плавно, без переходов, без перепадов, переходит к второму пришествию Господа Иисуса Христа. Это как бы смыкаются обе темы. Это для Писания, это очень частая вещь, когда пророчество говорит о том, что будет с тобою, а потом туда же вплетаются нити, что будет со всеми в конце, а потом опять выходит на тебя. Вот если почитаете, мы сегодня, например, читали пророчество Атири, 28 глава Языки Иля, где Господь ругает обогатившуюся безмерно приморскую страну, которая осатанела от богатства. Там прям так и говорит. И он говорит там, скажи, сын, честь слова Атири, и там ругается Атир, а потом разговор Атири переходит к дьяволу, ну, к Денице, к Люциферу. И говорится, что ты там такой... И непонятно, это Атири или о Люцифере? О Люцифере. Ты там ходил среди огнистых камней, херувим осеняющий, потом ты там, я возгнеду, упал сверху, а потом опять Атири. И там нет промежуточных стадий, там как бы такая сплошная речь о Атири, о Люцифере и опять Атири. Почему? Потому что Тир возгордился, как сам Сатана. И сегодняшние морские державы, которые пытаются миром командовать, там при помощи доллара и манипуляций информационных, это второй Тир. Так вот, там именно тот же способ речи. И здесь также говорится о разрушении Иерусалима, потом переходит к Сыну Человеческому, когда звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, явится знамение Сына Человеческого, это крест Господний, знамение Сына Человеческого, крест на небе. И восплачиваются все племена земные и увидятся на Человеческом. Это уже о втором пришествии. А потом дальше опять говорится о том, что будут два на поле, один берез, другой оставляется. Значит, и опять переходит разговор к локальной катастрофе, то есть к разрушению Иерусалима, рассеянию еврейского народа. Истинно говорю вам, что над всем имением поставить его и так далее. Значит, вот что я могу вам сказать об этом, значит, к тому же я должен вам сказать, что 2000 лет, если считать 25 лет за одно поколение, то в столетии помещается, в столетии помещается 4 поколения, а в тысячелетии 40 поколений, а в двух тысячелетиях все лишь 80 поколений. Всего лишь. 80, даже не 100. Так что удаленность наша историческая от Рождества Христова, от Воскресения Христова, она даже в поколениях очень невелика. Это все лишь 80 таких этих, 80 рукопожатий, даже меньше. Так что мы вынуждены сказать, что особенности священного текста таковы в данном случае, что священная речь переходит с вопросов локального характера на глобальный и обратно, не обозначая точку перехода. Это может удивлять. Но Писание так и написано, чтобы человеку не просто как через соску, значит, потреблять легкую пищу, а чтобы ему трудиться над этим. Слава Богу, что вы спрашиваете, а мы отвечаем, и как бы мы находимся в этом, в поле притяжения священного Писания. Это чрезвычайно важно. Это фактор безопасности. Так, тут, конечно, вопрос такой зашкварный такой. Почему батюшки допивают все из чаши причастия? Почему не поступают с этим как-то иначе? Даже не буду читать, что он тут пишет по этому поводу вообще. Ну, вообще об этих вещах нельзя говорить, с кем попало. А судя по вашему вопросу, вы кто попало? Ни бы врагом твоим тайну повем, ни лобза не дам тебе, як у юда. Я не очень уверен, что можно говорить об этом в эфире, потому что мало ли кто нас будет служить. А это очень важно. Я против того, когда камера заходит в алтарь, снимает там все, против того, чтобы люди видели. Вообще, это не для неверующих глаз. Это тайна Божия. Поэтому то, что совершается над веществом евхаристии, над хлебом и вином, это великое дело Божие, великая тайна веры, и оно никуда обратно не возвращается. Это уже не еда и питье, это не хлеб и вино. Это именно то. Короче, я даже не хочу лишний раз произносить священные слова. Я объяснять вам даже ничего не хочу, Дмитрий, потому что вы, ну, мягко говоря, не тот человек, с которым можно вот так вот говорить на всю вселенную, как бы в эфире, который услышит неизвестно, какое количество людей. Это не бы врагом твоим тайну повем, да, об евхаристии сказано. И не лапза не дам тебе, я ко иуду. Величие происходящего на литургии требует благоговейного употребления до конца, до последней крошки и капли всего, что было на евхаристии. Ибо это есть именно то, о чем сказано Духом Святым. Сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Вторичное использование оно не может никак, и никак иначе употребляться не может, как только священникам в пищу. Все, здесь закругляемся, потому что на этом вопросе, потому что он не эфирный, как бы и... тут не согрешить бы, потому что сожжет, Господь за такие вещи вообще сжигает, так что и пепла не остается. Поэтому имейте страх Божий. Какие молитвы нужно стать беременной? Да какие хотите. Отче наш, Богородица, Дева, верую, помилуй меня Божие, живы в помощи Вышнего, спаси Господа, люди Твоя, слава слове великое, слава Вышне и Богу на землю мир, человек с благоволением. Или Акафис Божией Матери, сбранный воеводий, победитель. Да короче, читайте, что хотите. Молитв так много, что здесь, как на рынке в мирные времена, когда деньги есть, как бы и все в порядке, как бы товаров завались, как бы всего не съешь, как бы вот что хочешь. В рыбном ряду свое, там, в фрукты, овощи свое, в мясном ряду свое, в йогуртах свое, в молочный ряд свое. Везде всего полно. Так и с молитвами. Молитв еще больше, чем товаров на рынке. Читайте все, что вам близко, то, что вам понятно, то, что вмещается в ваше сознание, то, что отвечает радостью для вашего сердца. Читайте Писание. Если человек называет себя Богом в медиапространстве, как к этому отнестись? Слушайте, а как вы хотите к этому относиться? Ну, мне, честно говоря, вопрос непонятен. Человек говорит, что человек называет себя Богом в медиапространстве. И что вы хотите от меня услышать? Ну, Шурик хотел к прокурору. Он говорит, да, конечно. Где у нас прокурор? Ну, там же Динаполеон. То есть, ну, вот, как бы, даже советское кино, как бы, никак не связано с религиозностью. Говорит, оно знает, где место, значит, людям, которые называют себя не тем, чем они есть. Если ты прокурор, там, или Наполеон, или Навуходоносор, там, или Тамерлан, а на самом деле ты Пупкин, как бы, и живешь в пятом подъезде, как бы, тебе надо по адресу отправляться. Тебя вылечат, и его вылечат, всех вылечат, короче. Если человек называет себя Богом, то что тут еще? Что я должен ему вообще объяснять? Вообще непонятно, что ли? Или это вы просто отнимаете время наше, как бы, на вопросы, не требующие объяснения? Да. Ну, есть такое. Да много чего есть. Это диагностированного, недиагностированного. В каких случаях читается 63-й Псалом? А вот мы сейчас прочтем его и сами почувствуем. В каких же случаях читается подобного рода Псалом? 63. Так. Господи, помоги. Псалтирь, святая царя Давида. 63. Услыши, Божий глаз мой, никогда молитимися к тебе. Так по-славянски это звучит, да. А по-русски, значит, «Услыши, Божий голос мой, в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые застрели язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного». Надо по-славянски внезапно сострелять его и не убояться. Ну, сразу понятно, то есть уже пол Псалома прочли, а здесь говорится о том, что он читается человеком, который находится в опасности от злоязыких людей, которые заострили свой язык, как острый меч. И слова во рту у них это как стрелы из туго натянутого лука. Они в темноте стреляют в праведника, чтобы поразить его, строят ему ковы, это кляузники, шепотники, это девальщизна вся такая человеческая, это нашептыватели разного рода, сплетники, стукачи, и вот это вся вот это вот братья такая, которые... мятеж злодеев, то есть укрой меня, Господи, от замысла коварных и от мятежа злодеев, потому что они собрались, чтобы втайне стрелять непорочно. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть и говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца, то есть копают, копают стукачи, чтобы накопать что-нибудь, потому что... Ну, дьявольщизна, ну что ты сделаешь такое? Вот против этих злодеев направлен данный псалом. Но поразит их Господь стрелою, внезапно будут они уязвлены, языком своим они поразят самих себя. Аминь, да будет так. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них. Аминь, и это да будет. И убоится всяк человек, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведные возвеселятся о Господе, и будет уповать на него праведник, и похвалятся всеправые сердцем. Для сравнения почитаем его же на церковном языке, на славянском. Псалом 63, Псалом Давиду. Услыши, Божий глаз мой, внегда молитимися к тебе, от страха вражия изми душу мою, покрыми от сонма лукавнующих, от множества делающих неправдущих, иже изострише, якомечь языки своя, напрягоше лук свой, вещь горько, сострелять и в тайных непорочно. Внезапу состреляют его, и не убоятся. Утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрыти сеть, реша кто узрит их. Испыташа беззаконие, исчезоши испытающие испытания, приступит человек, и сердце глубоко, и вознесется Бог. Стрелый младенец, бывша язвы их. Так, стрелый младенец, как оно здесь переводится по-русски, языком они своим, они поразят самих себя. Видите, какой перевод разный? Стрелый младенец, бывша язвы их. Изнемогош на неязыце их, смутишеся всевидяще их, и убояся всяк человек, и возвестише дела Божии, и творение Его разумеша. Возвеселится праведник о Господе, и уповает на Него, и похвалится всеправе и сердцем. То есть в данном случае мы имеем защитную молитву на нападающих хитрецов и врагов, исследующих, испытывающих, накапывающих, какой-то компромат, вот это вот все. Это такая, шепотники – это лукавый, диаболос – это шепчущий. Так что кому угрожает всякая сплетня, клевета и разная такая злонамеренная информация, он может вполне выучивать наизусть этот псалом, читать его часто, и все, что в нем сказано, да совершится в защиту нашу. Аминь. Ну и сегодня крайний вопрос, да, люди, которые погибли ради других, например, спасли других ценой своей жизни, но не были христиане, помилует ли их Господь? Вы знаете, что у Бога так много милости и щедрот, что важно, конечно, только одно, вот эта христоподражательность. Вы приводите в пример христоподражательные вещи. То есть Евангелие, оно ведь часто проникает далеко за пределы своего прямого обитания. Оно же обитает не только среди людей, которые знают Евангелие, читают его и пытаются ему следовать. Оно достигает до самых разных людей. И вот это вот то, что вы сказали, это слово Иисуса Христа из Евангелия Триана, что нету больше той любви, когда кто-то положит душу за други свои. То есть жертвенная любовь, такое принесение себя в жертву за других. Это христоподражательная вещь. Может ли, возникает вопрос, может ли поступать так человек, который, ну скажем, не принадлежит к христианской церкви? Там по крещению, там, вот, может. Да, может. Аллилуйя, может. Вот есть случаи, там, скажем, автобус падает в реку, например, и какой-то там спортсмен идут с тренировки. И там несколько из них там бросаются прям туда и там вытаскивают прям этих там людей там из рита. Это, я сейчас, реальный случай, говорю, там, команда боксеров. Это в Армении, кажется, была эта ситуация. Где-то, где-то вот там на Кавказе. Люди кидают там. И, по-моему, там кто-то даже пострадал. В общем, человек лезет прям в самое пекло, чтобы спасти другого. Ну, скажем, там, пожарник, там, спасатель, солдат. И может в это время пострадать или даже погибнуть. А может быть, он даже никогда не читал Евангелие. Это сейчас неважно, читал он или не читал. Но то, что он сейчас делает, это христо-подражательно, подобно Христу, подобно Иисусу, Сыну Божьему, дело. И я думаю, что у Господа Бога по его любви и знанию о человеке, и по его желанию, чтобы все были в блаженстве, у него есть своя мера отношения к этим людям. Видите ли, формальное христианство ничего не значит. Формальная принадлежность к христианской общине, она ведь делится на два, на три. То есть, как бы, ну, что толку, если ты формально принадлежишь к Церкви Божией, но, по сути, являешься деревом сухим, бесплодным. В тебе нет ни милосердия, ни знания, ни милости, ни подвижнического духа, ни сострадания. Ну, нет ничего. А таких много, таких погаших головешек, таких псевдо-христиан. И вдруг кто-нибудь там показывает... Об этом пишется в Писании у Павла тоже. Говорит, что если язычник творит дела закона, не читая закона, потому что дело закона написано у него в сердце, то он будет выше, чем природный иудей, который читает закон, хорошо-хорошо его знает, но делами его не оправдывает. Так что я думаю, что недалече от Царства Божьего все те, кто жертвует собой ради других, независимо от того, христиане они по воспитанию, по исповеданию или почему-то нет. Здесь дело само говорит о человеке. На этом мы будем сегодня завершать нашу встречу, возлюбленные о Господе. Давайте откроем, наверное, наугад какой-нибудь псалом для того, чтобы взять позывное на прощание. Ну, чтобы только, например, например. Так, что это мы открыли? В 87-й. Да. Вскую, Господи, отреешь и душам, отвращаешь лице твои от мне. Нищ есть аз, и в труде от юности моей я. О, что? Смирикся же, вознесся, смирикся и из немогов. Да. Обедошами яковода, устрашения твои возмутишими, обедошами яковода весь день, одержавшими в купе. Читайте псалтирику, возлюбленные. Да защитит вас Божие Слово. И да хранит Христос всех христиан и всех людей доброй воли. Аминь и до свидания.